Добрый день господин Лемберкс. Добрый день. Снова мы здесь, чтобы заглянуть в список актуальных вопросов, которые венсполчание нам прислали за неделю. Первый вопрос такого республиканского масштаба. Некоторые политики партии Реформ беспокоятся, что в скором времени эту партию вытеснят из правительства, чтобы сформировать новый кабинет министров, в котором единство ВЛТБ ЛННК в качестве третьего партнера привлечет СЗК. Насколько реально смена правительства? Нет, ну что касается партии из Атлера, то, конечно, и там клоунов хоть отбавляют, да, и Тилис, правда, сейчас заменен, и вот Спруч, который, правда, тоже уходит. Ну, я шел в Домбровский, там, я вижу, что пока не справляется. Конечно, у премьера есть проблемы с этой партией, с этими министрами, но я не думаю, что он будет как-то их сказать спасибо, свободно, не думаю. Я думаю, что быстрее всего ему может понадобиться еще один партнер, чтобы расширить коалиции и стабилизировать ситуации, когда, если кто-то там не так голосует, то и кто-то голосует так, как надо. Но согласятся ли с каким-то предложением зеленые крестьяне, я думаю, это все зависит от предложения, потому что зеленым крестьянам сегодня идти в эту коалицию, где вот не так рыба, рак и щука, я думаю, не очень интересно. На этой неделе одной из самых громких тем было формирование бюджета. На телевидении министр финансов Филк сказал, что с каждым годом бюджет, получается, формирует все лучше и лучше. Длинный вопрос вкратце. А Карина спрашивает, господин Лемберг, действительно ли ожидаемый бюджет так хорош для нас, для жителей Латвии? Ну, что значит для жителей? Это надо рассматривать через призму какого-то конкретного человека, конкретной семьи. А если бы она сказала, где она работает, где зарплату получает или какие доходы получает, тогда я мог бы конкретнее ответить, как ее лично эти вопросы касаются. Но вся сфера жизнедеятельности человека, она связана, конечно, с бюджетом государственным, бюджетом самоуправления и семейным бюджетом. Три бюджета, да. И, конечно, тут золотые горы, река полная вина, ничего такого не будет. Но, может быть, я не буду углубляться в эти вопросы бюджета, но скажу только то, что государственные бюджеты 5 миллиардов. А делили и спорили, как делить. 70 миллионов. 5 миллиардов, 70 миллионов. От 5 миллиардов поднимаем 70 миллионов, остается 4 миллиарда 930 миллионов. Вот бросили, вот бросили, вот бросили маленький кусочек хлеба от стола, и все там начали драться, куда-то, куда-то. А когда были заявлены крестьяне, правительство, они тоже так, министр финансов, тоже так. Вот бросил, говорит, вот так у нас 10 миллионов, мы можем как-то их распределить. А я говорю, папа, у нас не 10 миллионов, у нас 5 миллиардов. Давайте делаем ревизию всего бюджета. И туда-то мы деньги найдем не 10 миллионов, а найдем сотни миллионов, как можно по-другому истратить, более рационально и эффективно. Ну, это нет, нет, это нельзя трогать. А в этом году как раз, вот бросили 70 миллионов, и все там мучились, там полгода делили. А вот эти 4-5 миллиардов, как они были так, а то деньги распределило Министерство финансов так, как они считали нужными, правильными и так далее. И никто в этом исправящей коалиции, кроме министров финансов и премьера, реально не участвовали. И работники Министерства финансов, значит, руководство. Так что, вообще-то, вот если реформы делать, то составление государственного бюджета там надо. Каждый бюджет надо составлять с нуля. Вот это очень трудно, нудно, неинтересно может быть, но зато можно найти деньги. Так и в семейном бюджете. Если вы вот все-таки тратите, как вот пошло, то непонятно будет, а где деньги деваются, где они тратятся, вернее. Ну что же, вопрос местного характера. На портале некто спрашивает. Мы уже полностью перешли в производстве отопления с мазута на щепу. Котельные все ремонтируют. Надеюсь, и результат тоже будет? Ну, в левобережной части, венцфилл-силтум котельная реконструирована полностью, завершена. Уже отопительный сезон, завершающий, работали новые котлы на щепу. Это дало возможность подать заявку регулятору государственному, чтобы снизить тариф на отопление более чем на 5%. Правда, еще решений нет. Не знаю почему, они должны были до 1 октября принять решение. Сейчас правобережная котельная тоже завершается реконструкцией, переход на щепу тоже. Так, я думаю, что должно быть эффект такой, что должно быть, не знаю какое, но снижение тарифа. Еще раз. Эс на портале спрашивает, когда же будут ремонтировать разводной мост? Вот, ночь с 18-19 октября закрывается мост и будет замениться один элемент. Ну, правда, большой этот элемент, да? И это будут финансировать сами разработчики, проектировщики, как ошибку свою. Ну и в заключении, Марта на портале пишет, что у нее уже кружится голова от пестрящих ценников с латами и евро одновременно. Да, некоторые ее соседи говорят, что будут хранить латы на случай, если евро не приживется. И спрашивает у вас, вы тоже так поступите? Нет, бумажные деньги не надо копить. Лучше их перевезти в что-то более ликвидное, да? Ну и что хорошо лежит. В муке могут появиться черви. Есть вещи, которые ликвидны всегда. Так что надо всегда это в дом. А сувениры сохранить надо. Сувениры сохранить. Ну что же, на этом все. У меня больше вопросов нет. Большое вам спасибо за ответы и всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok